Всем привет дорогие друзья, меня зовут Алексей и сегодня у нас тест долгожданной игры Ведьмак 3. Тестируем мы на железе процессор у нас i7-3820, видеокарта от компании NVIDIA GTX 590. Что ж, вот сейчас самые низкие настройки установлены и мы видим 60 кадров в секунду. И примерно, ну я бы сказал, в принципе вменяемая картинка, а горы вообще не изменились, лес все так же. Full HD разрешение и настройки графики самые низкие. Сейчас пройдемся по комнате. Так, драйвера самые свеже установлены и что сказать еще. Ну в принципе 16 двух оперативной памяти. Так, ни слова. Текстурки стандартные здесь. Так, и сейчас меняем настройки. Так, на средние. Безограничение, разрешение, номинограммы. Часло персонажей. Среднее. Среднее. Так, что я парюсь. Соно среднее. Безограничение, зачем? Так, постобработка. Среднее. Итак, вот средние настройки и у нас уже на 10 кадров меньше. Но не забывайте, друзья, это все-таки запись бандикам и карта захвата, поэтому минус 5-10 кадров еще как бы, ну, не минус, вернее, а плюс. То есть, без записи еще плюс от 5 до 10 кадров прибавляйте. Так, вот средние настройки. Что-то вроде изменилось, как-то в лучшую сторону изменились кирпичи, хотя еле заметные. Горы какие были, такие остались практически чуть-чуть. Ну, есть, да, изменения, в принципе, средние настройки такие более-менее хорошие, нежели низкие. Хотя на низких стоит, в принципе, играть, если у вас не тянет. Так, ну, здесь все, в принципе, как и пыло, я ничего такого главного не вижу. Ну, игра как игра, графика как графика, настройки как настройки. Так, теперь ставим... ...высокие. Так, поставили высокие. Пост-обработка. Высокая. Так, и еще на 10 кадров упало. Как-то странно, по 10 кадров впадает. Ну, да, вот это бросатка, да, бросатка здесь есть, но, ну, я уверен, что это связано вот с этими фишками, которые сейчас мы отключим. Лично мне не нравятся, поэтому я их вообще всегда отключаю. А это конкретно сейчас скажу, что. Синализация выключена. Отключение, разрешение. Размытие. Размытие при движении. Так, и сглаживаю. Ну, сглаживание не ставим. Так, ну вот, без размытия, в принципе, даже приблизительно 30 с лишним. Но, все равно, оптимизация еще... Еще это первая версия, поэтому оптимизация еще здесь так себе. Игра только что вышла, поэтому не стоит от нее ожидать от кого-то. Бешеного просто продвижения, вот как GTA 5. В GTA 5, допустим, там оптимизация изначально была супер. Потому что, ну, игру откладывали, это ясно. И очень долго откладывали, и уже все в нее поиграли. И вот только пользователи ПК на нее недавно совершенно напали, можно сказать. Так, сейчас выключим сглаживание. Тут нету, то есть, двукратное, четырехкратное. Так, ну, остальное все как бы на усыне. Ну, вот, пожалуйста, да. В принципе, просадки до 20 есть, и играть можно на высоких устройствах. Ну, мы увидим, что уже вот покрытие, да, то есть, текстурки уже все-таки поудачнее стали. И тень, и резкость, и все остальное. Все намного поудачнее. Свет и блики. Ну, в общем, все... Вот мы видели до 40 даже в помещении. Так, ну что ж. Что ж, вот сейчас мы выйдем. Нет, все равно, нет, в живом мире все равно просадки есть. Ну, если говорить от 28 до 40 с лишним кадром. Где-то так. И давайте же выставим максимальные, то есть, ультра настройки. И посмотрим. Запредельное. Так, мы выставили запредельное, постобработка. Высокое. Все, вообще, мы включили вообще все. И сглаживание, которое подвисит. Ну, вот, пожалуйста, запредельные настройки. Качество графики. 20 и выше. Так, размытие продвижения, размытие. Ну, и давайте будем сглаживать. Так, ну, конечно, у меня такое ощущение, что эта стена как была, так и осталась. Чуть-чуть вообще поменялась текстура. Именно вот эта конкретно стена. Горы. Тоже какого-то особенного изменения я не заметил. Так. Так, ну, в помещении изменилось. По сравнению с средними, с низкими, да, изменилось. А по сравнению с высокими, я как-то не видел никакого изменения, поэтому не могу сказать. То есть, низкие настройки у нас, это совсем уже, как бы, такая графика по многим себе. Средние настройки вполне себе адекватные. И по качеству графики, и по FPS. Высокие, запредельные. Я вот различия как-то еще не заметил. Возможно, будут выходить новые обновления для игры, версия. То есть, обновляться, да, патчи. И будет это заметно. Но пока вот рекомендую всем играть на высоких настройках, у кого не тянет, да. То есть, смысла пока от запредельных я пока еще не видел. То есть, на высоких настройках, пожалуйста, намного удачно и приятнее все играет, в принципе, чем на таких. Ну, это был такой небольшой тест, такой превью-тест производительности. И качество графики, видимо, акт-3. В принципе, на этом все. С вами был Алексей. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Спасибо за внимание. Пока.